Так, это все вы видели, это все вы слышали. Да, вместе мы не бенчмаркаем Шапилев Невелит, открываем джиры, это вы все увидите и никогда больше не используем синглтоны. Вот, ну это вы все знаете, это мы все обсуждали, это мы уже тоже все говорили. Да, значит, я не упоминал, что самое главное правило груди пазлеров, груди пазлеров, спринг пазлеров, что чистить нельзя. Нет, на самом деле я не думаю, что будет проблема, если кто-то будет. То есть вы можете достать компьютер и параллельно попытаться запускать какой-то код, проверять, что будет. Я не думаю, что это на что-то повлияет. Ну хорошо, ладно. Значит, как я и обещал, первый пазлер очень легкий. Смотрим. Там вам сзади видно? Так, Женя, смотри. У нас здесь есть изображение, какие-то кнопочки, видишь? А, нет, это не наше. А, это изображение компонент, это значит компонент. Да. Смотри, Женя, Женя, смотри. У нас есть сервис, он аннотирован аннотацией сервису. И у него есть два поля, которые оба alt-award, но они не required, потому что они одинаковые, там мало ли упадет. Поэтому мы им говорим, не хочешь, не надо. Да? И потом у нас есть post-construct, в котором есть метод init, компонент, который дергает гритинги из этих двух компонентов. Да, то есть джекер-гритер печатает, соответственно, привет джигурда, а джекер-гритер печатает привет… Не надо говорить, кто. Его зовут Галкин. А, окей. Вот. Почти, привет, Галкин. Да? Ты хочешь ответы? Нет, 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 ответы собьют меня. Мне надо разобраться. Значит, подожди, у тебя есть интерфейс-гритер и две имплементации, я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Джекер-гритер и джекер-гритер. Класси так и называются. Ну так у тебя, смотри, а, я понял, в чем здесь прикол. То есть ты хочешь сказать, что required false решит проблему того, что у меня есть два бина на один инжекшн? Ну, конечно. Нет, required false совершенно не это говорит. Required false говорит, что если нету ни одного бина, то тогда типа можно с налом продолжить. Но когда есть больше, чем один бина, здесь, как ты сказал, есть больше, чем один, то, естественно, это упадет. Так что упадет однозначно. Давай ответы. Ну, давай ответы. Значит, проблема будет с инжекшнем джекер-гритер. Джекер-гритер инжекшн не сработает. Ну, понятно, да. Проблема, что джекер-гритер не сработает инжекшн. Два правильных ответа, потому что это тоже проблема. Ну, держи. А, ну вот, в С. Инжекшн обоих. Хорошо. И нет проблем, напечатается, привет, Джигурда, привет, Галкин. Не, ну, как бы... Нет? В С, С. Еще есть ответ, по-моему, еще там. Еще ответ? Да. А я сейчас буду правильный ответ, и все. Точно есть человек ответ? Точно, точно. Ну, ладно. Но, бандер-эксепшн, тоже вариант. Так, но, бандер-эксепшн, потому что работают оба инжекшна. Жалко время, я за С, тут все понятно, все просто, кто со мной за С? Так, кто считает, что правильный ответ А? Не слушайте его. Кто считает, что правильный ответ A? Кто считает, что правильный ответ B? Кто считает, что правильный ответ C? Кто верит в Жене? Служи Жене. Ну, откуда? Ну, почему? Ну, потому что все логически. Кто считает, что никаких проблем нет, напечатается Джигурда, Галкин. Да? И кто считает, что инжекшн сработает и выпадет на nopinterexception? Ну, вот, визж большинство считают так правильный ответ только инжекшн джейплайт критер не сработает я недоволен но ты не видишь никто недоволен кто знает почему нет никто не спам правильный ответ не выбрал не одно выбрали немножко ну ладно ладно давайте сначала покажу как мы это чиним потом обсудим как мы это чиним вы надо выкинуть один из пинов убрать один пил ты все можно переименовать класс джейплайт кто знает почему я думаю что я уже кажется знаю джейплайт зарезервированные это ки-ворд в джаве кто кто знает почему какие есть варианты особенно с этой подсказкой что переименовать класс джейплайт поможет давайте еще раз посмотрим на код тут у нас есть еще один расход да еще раз посмотрим на код ребята значит класс джейплайт называется так как он и должен называться да вот так джейплайт критер его нужно переименовать что все заработало почему инжекция по имени кто скану джейплайт по имени да ну что ж давайте попробуем нет нет это не совсем правильно это и сейчас мы объясним почему сейчас мы объясним почему это ресурсы джекция по имени я кидаю левой рукой не несу ответственности за результаты а чё они на самом деле инжекция конечно по тайпу да арту арт инжекция по тайпу но спринги есть одна очень приятная фишка когда у нас есть вот такая непонятка что есть больше чем бин одного типа спринг сделать все возможно чтобы разобраться какой бин правильный в данном случае спринг предположит что бин например джокер будет называться джокер с маленькой джей и он ее прекрасно найдет а вот же панутом эта конвенция не сработает из-за того что уже панта в начале и большая джей и большая и большая пи если мы переименуем джей и маленькую пи то все сработает а так он таки упадет но только на том что джей point не нашелся с жокером спринг разберется на самом деле называется дефолтный квалифайер если вы пропислить свой какой-то квалифайер вы его можете применять при декларации бинов и при инжекция не соответственно для того чтобы объяснить спрингу более точно какой бин нужно инжекция если вы никакой квалифайер не прописали то есть дефолтный квалифайер который работает по имени единственное что что из-за того что имя джей поинтом две заглавные буквы то этот квалифайер ломается так давайте теперь мы вам расскажем парочку наших историй из нашего опыта до того прошлого до кровавого enterprise вы все вы все про него знаете давайте вспомним как было когда-то когда не было аннотации вообще как работал спринг когда не было аннотации вы знаете работал с помощью xml а также вы прекрасно знаете наше сжение отношения к спрингу поэтому это xml это не наш xml хорошее поэтому xml это не наш метод вместо того чтобы работать с xml уже тогда мы решили работать с помощью конвенций что нас помощью конвенции мы посмотрели на джей юнит и решили о классная идея пусть у нас будут методы которые начинаются со слова и нет и они будут автоматически и нет методами они будут автоматически бежать перед ну вот с того как поднялся контекст и соответственно класс должен работать это лучше чем имплементировать и там какой-то чужой интерфейс и не шалайзинг бин верно же ну конечно конечно так намного красивее для того чтобы это сделать мы написали маленький простенький бин постпроцессор нам действительно простенький тут никакого rocket science да мы говорим после того ну когда дошло до нашего бина мы просто возьмем его все методы пройдемся по ним и любой бин который начинается любой метод который начинается с метода и нет но его собственно говоря запустим вот и потом отпустим бин в дальнейшее плавание ну просто же жизнь да да отлично хорошо наступил java 5 и аннотации появились но не в спринге был какой-то довольно долгий период в пару лет когда в java уже были аннотации а в спринге их еще не было но мы естественно бежим впереди паровоза поэтому мы написали опять же все свое давай рассказывай ну какая самая полезная аннотация самая распространенная да это и аннотация для зависимости для джекшен депресси джекшена и вы написали очень оригинальную аннотацию которая называлась dependency как это работало во-первых поднимите руку кто знает хоть что-то примерно что-то копит постпроцессор да все туда на тренинге были по три раза о чем договорились окей значит мы не будем тратить время пишется еще один битвоз процессор который является аппликейшен контекст и вера для того чтобы держать контекст внутри себя да то есть мы здесь его инжекте почему мне нужен кодекс потому что мне нужно делать лук от на тебе не над которым филды которых аннотированы аннотации дипенденции соответственно в методе топит вас процессора я прохожусь по всем филдам каждого бина да то есть я у каждого бина вытаскивал класс пошел по всем филдам для всех филдов которые аннотированы аннотации дипенденции я под дайпу ну точно так же как это в принципе работает я по тайпу вытаскиваю нужный мне бин и соответственно засовываю его в данный филд но в принципе все тоже не это типичный код на джава 5 да вот это вот вот это все вот это это все джава 5 даже я на самом деле бы реально честно пытался взять наш код на джава 5 но я вообще не очень понимаю как мы делали тогда даже презентации код на джава 5 не влезает в экран код на джава 5 не влезает никуда ну вот поэтому пришлось такой псевдо код на джава 8 написать просто чтобы показать но принцип был именно такой ну хорошо ладно хорошо пока все понятно ребят да все понятно и дальше spring начал тоже поддерживать аннотации вы видите эволюцию человека вот spring со шприцом он делает инжекшн да и вот мы где-то там и находимся окей и тут у нас появляются всякие штуки то есть у нас появляется какая-то часть аннотации наша какая-то часть аннотации уже спринга и в общем то все это в парен классах в children классах полнейший салат и мы с этим салатом будем разбираться но до того как мы перейдем к нашему салату давай посмотрим в принципе как делается аннотации спринга при работе с наследование да то есть если у нас есть наследование и там есть она загадка чувства давай загадку смотри все очень просто у нас есть класс паран движ класс паран до вина местности констракт обратим внимание что он правят да мы наследуем от этого класса не подсказал сейчас я тебе без подсказок же не сможешь вот у нас есть потом сам который от этого паранта наследует у него тоже есть метод с тем же названием только в этот раз он public и он тоже под как пост констракт обратим внимание что компонент только сам естественно поскольку компонент только сам то мы создаем контекст и вытаскиваем оттуда бен ну сына чтобы его создаем бен сына как ты считаешь что будет с папой но сдавай так я тебе могу как варианты ответа нужны да ну и твои ответы как минимум две причины я могу назвать почему не будет работать у папы пост констракт в прошлый раз у меня был вариант с двумя причинами ты напрасно может сейчас тоже будет вот констракт не инвер этот то есть аннотация не аннотирована аннотации иные этот доме это он оттаченEST поэтому папа не придет может быть greatest он не будет и нет у папы провод поэтому папа не придет достаточно логично кстати у меня все логично не может быть больше чем один и нет метод поэтому папа не придет я погоречился на счет что логично но это я бы не сказал хороший ответ ну и нет метод переопределен у сына вот этот и он это тоже. Соответственно, задавляет папиного, поэтому придет только сын, а папа не придет. Есть еще ответы? Да, папа придет. Слушай, ты знаешь, поскольку все-таки хочется хоть раз правильно ответить, мне кажется, что поскольку тут все четыре ответа плюс-минус правильные, то я из принципа поставлю на то, что папа придет. Я верю в папу. На самом деле, не только ты веришь в папу, и это правильно. В папу надо верить. Папа точно придет. У меня мурашки, я не знаю, как у вас. Папа точно придет. Ладно, давайте теперь поговорим, почему же все-таки папа придет. Почему вот все твои теории, что папа не придет, не верны? Во-первых, то, что постконстракт не inherited, не имеет никакого значения, потому что Spring никогда не полагался на аннотацию inherited, а всегда сам сканировал иерархию классов в поисках аннотаций выше по иерархии. То, что init у папы правит, тоже не имеет значения, потому что Spring поддерживает аннотации над правит методами. GetDeclaredFields. Рекурсивно до объекта. Естественно, в сцене GetDeclaredFields нам init папы не даст, но поскольку Spring все равно пойдет по всей иерархии наверх, то у папы он этот правит init найдет и его вызовет. Хорошо? Хорошо. Ну, один init, это естественно, очевидно, все прекрасно знают, что может быть больше, чем один init. А вот это интересно. Init-метод на самом деле не переопределен, потому что он правит. Получается, два метода init, оба находятся, оба init-методы, оба запускаются. И именно поэтому папа придет. Хорошо? Окей. Отлично. Теперь давай посмотрим, как это было сделано у нас. Давай я тебя спрошу. Давай, давай, рассказывай. И надо, видишь, ты вот когда спрашиваешь, даже забываешь людям дать ответить. Не дело так. Давай, у людей тоже спрашивай. Я призы жмотю. Значит, народ, смотрите, что получается. У нас есть вот это наш старый класс parent, в котором мы еще пользовались нашими старыми конвенциями, то есть наша аннотация dependency. И наш метод init, тут, кстати, все паблик, так что все хорошо. Но, правда, здесь специально метод назван с другим именем, чтобы никто не подумал, что что-то переопределится. Вот. То есть есть два init-метода. Один у папы, один у сына. Только здесь он через постконстракт уже определен. И в parent, в сан мы инжектим через эту wired, тоже какой-то dependency. Ну и, соответственно, у нас есть XML, в котором, ну вот сначала были прописаны те бинпостпроцессоры наши, которые отвечают за наши аннотации, за нашей конвенции. И дальше прописаны бинпостпроцессоры Spring, которые, соответственно, отвечают за вот эти вот аннотации. Ну и вопрос. Ну давай. Что, соответственно, напечатается, когда все это дело запустится. Ну давай, давай, я готов. Я готов. Значит, будет два NALA. Два NALA значит, что оба autowire сработали после обоих инжектов. Ну мы знаем, что Spring аннотации работают точно, поэтому нет. Окей. Первый NALA, потом 2015. NALA от конфа, это значит, что Spring, что наши аннотации не работают, а Spring'овские работают. Ну, я помню, что наши работали тоже. То есть нет? Ну нет. Окей. JPoint 2015 значит, что отработало как надо. Сначала сработали инжекшены, потом сработали постконстракты. Вот это мне, ну я помню, что этот код работал. Ну. Так. И? И наоборот. Наоборот. Наше работает, Spring не работает. Что наше работает, Spring не работает. Ну поскольку мы знаем, что Spring работает. Да, да. Особенно в следующих слайдах мы это знаем. И я помню, что я помню, что это работало совершенно точно, поэтому я думаю, что C. Окей. Ну тогда голосуем. Кто считает, что правильный ответ B? Первый нал, потом 2015? Женя, это у тебя телефон? Нет. Раз, у меня такой звонок. Раз, два, три, четыре. Ребят, вы голосуйте, потому что, ну, почему бы и нет? Так они тарелкой в голову боятся. Ну что ты? А, ты видел, как я? Искусно. Сейчас я еще йо-йо запекаю. Не, так я не знаю, что сейчас я кидать тарелку буду. Сейчас ты йо-йо сейчас будешь кидать. А, окей. Кто считает, что правильный ответ C, как барух? Кто с барухом? О, о, вот, вот, молодцы. Отлично. И кто считает, что правильный ответ D? Д? Тоже, да, достаточно так хорошо. Ну что, правильный ответ. Опа. А почему? А кто знает почему? Кто знает? Да. А почему со спрингом это так не работает? А, потому что в спринге там сначала проходит, сначала инжекшн идет, а потом запускает. Да, но если мы посмотрим. Ну, нормально, нормально. Это, Жень, сейчас ты объяснишь в подробностях. Это безусловно приз. Выбирай. Йо-йо. Ну, Женя, вперед. Ну, не, ну, он близко сидит. Вряд ли, убирай ком. Сейчас я кинул бы с микрофоном. Опа-на, молодец. Первый ряд, это так, это легко. Так, значит, еще раз. В чем, собственно, возникает проблема? Проблема возникает в том, что действительно мы видим, что наш бинт постпроцессор, который запускает init методы, он стоит выше по порядку, чем тот, который занимается инжекшном. И, соответственно, у нас сначала запускается init метод до того, как филд проинициализировался, мы видим null. А у спринга, несмотря на то, что у них порядок здесь тоже стоит наоборот, сначала common annotation, кто не знает, он запускает постконстракт, а потом идет out of wired, им это почему-то не мешает. Давайте сделаем так, чтобы нам это тоже не мешало. И, соответственно, вопрос, как мы это чиним. Ну, это будет вопрос в зал, да? Да, давайте. Поехали. Значит, можно попытаться назвать их в алфавитном порядке, так, чтобы, соответственно, в надежде, что это сработает, и сначала будет наш инжекшн, и потом, например… На самом деле это классно. У спринга-то out of wired annotation, bit plus process начинается на A, а common на C начинается. Вот, пожалуйста. Вот, наверное, поэтому и работает. Конечно. А мы можем еще с цифрами называть его ноль процессора, это будет очень важный, и сто процессоров. А с цифрой нельзя начинать в Java класс. Это же XML. А, идишники-то меньше. Ну, конечно. Точно. Второй вариант, можно прописать их в соответствующем порядке в XML, и это тоже может быть хорошая идея. Третий вариант, можно воспользоваться аннотацией order. Я напоминаю, что в спринге уже наконец появились аннотации, и такая тоже есть. И можно имплементировать интерфейс order.red. Так, голосуем. Кто считает, что назвать в нужном в алфавитном порядке — это пять. Я считаю, что это прекрасная идея. Ну, напрасно. Было бы здорово. Кто за XML прописает их в правильном порядке в XML? Нет, опять, мы не говорим, что сработает или нет. Вопрос, это правильно так сделано, хорошо? Нет, нет, нормально, нормально. Это много рук, хорошо, да, хорошо. Кто считает, что воспользоваться аннотацией order? Новенькая, свеженькая, отличная аннотация. И кто считает имплементировать интерфейс order? Да. И это правильный ответ. И это правильный ответ. Все, кто считает, что нужно воспользоваться аннотацией order, если он уже получил от нас подарки, их возвращает. Потому что это плохая идея. Это таки аннотация, которая должна это делать, но в документации написано что-то типа, ну, по идее, да, это на некоторые компоненты действительно влияет на order, но никто не может гарантировать на какие, и мы сами толком не знаем, что это такое. На аспекты это влияет, походу. Ну, то есть понятно, да, то есть в алфавитный порядок, полный бред, никто из вас не голосовал. Насчет в XML, то есть мы не можем зависеть, потому что XML в какой-то момент становится много, и мы не можем следить за тем, что все люди будут всегда в XML в правильном порядке все прописывать. Ну, на самом деле это тоже будет работать. Поскольку order не работает, то единственное, что нам остается имплементировать интерфейс ordered, и, соответственно, мы сделали примерно вот так. Значит, dependency injection bin post-processor, поскольку мы хотим, чтобы он однозначно работал самым первым, мы ему даем самый высокий приоритет. Высокий приоритет, значит, очень низкая цифра. Тут, смотрите, не перебудайте. Ну, это чтобы не запутаться, не дай бог. И, то есть, там очень большое отрицательное число. То есть, очень сильно отрицательное. Max min value, например. И, соответственно, тот, который занимается init методами у нас, он, наоборот, получает очень низкий приоритет. То есть, у него там очень-очень большая, там, типа, max value. Чтобы он точно был последним. Да? Это то, что мы делаем. Мы таким образом гарантируем, что уж точно сначала injection из 100 пудов, а потом в самом-самом-самом конце только post-construct. Логично, красиво. Как ты считаешь, будет работать? Вот, смотрите, чуть-чуть измененный код. Просто для того, чтобы проверить, что точно совершенно работает inheritance, я тут не только вызываю свой injection, но еще и проверяю injection от паранта. Да? Вот это вся разница. Это точно такой же код, как в прошлый раз. Так, ну давай сейчас опять до ответов, чтобы они не отвлекали нас. Напрасно, напрасно. Ответы могут помочь. Значит, самый первый bin-post-процессор, который отработает, это наш, который сделает этот injection. Потом, видимо, отработает injection spring, а потом отработает post-construct spring, а потому что наш-то точно последний, мы же сказали max value. И потом уже отработает наш. Соответственно, открывай ответы. Ну, держи. Вот первый ответ. Первый ответ. Сначала, еще раз, сначала работает init spring, а то есть печатается имя конференции. Сначала работает sun. Нет, вот, вот, вот. Сначала работает sun. Да. A, это сначала работает sun. Сначала печатается год, потом печатается имя конференции, потому что отрабатывает сначала post-construct spring, а потом работает наш init метод и печатается еще раз. Это правильный ответ. Это правильный ответ. Сначала post-construct spring, а мы же наш задрали по максимуму. Не, наоборот, мы сделали наш последний, у него лоуст приоритет. Спринга я не знаю, какой, но наш-то там максимально. Да, вот наоборот. Наоборот, это сначала наш, потом спринга. Инжекшн сработает после инита, и второй инжекшн сработает после инита. Ну вот хрень какая-то, ты уже просто мутишь воду. Ну ладно, ну сейчас мы посмотрим. Кто считает A? Кто считает, что сначала сработает наш, а потом спринга? А, врус, сначала спринга, а наш последний, как и было задумано. Женя, все, тебе никто не верит. Нет, Женя, три человека есть. А, ну да. Кто считает, что будет наоборот? Что сначала сработает наш, а спринга будет последний. Ребят, голосуйте, ну правда, ну какая разница? Ну будет же руку что-то жалко поднять. Глядишь, фрисбик прилетит по голове. Вот, а кто считает, что инжекшн спринга сработает? Ребят, после постконстракта спринга, С, короче, народ, по-моему, все, мы их потеряли же. И кто считает, Д, наоборот, ну тоже пару рук. Правильно, ничего, жалко что ли? Ну давай, не томим. А, ну да, ну он, да, ну он, конечно, не скомпилируется, это на самом деле… Подождите, кто сказал не скомпилируется, я слышал два человека. Да, 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 не, в коде у меня протекта стоит. Вот, вот, да. Есть, есть, давай. Ты кидаю ее, я кидаю фрисбик. Потом можешь поменять на ее. Ты убил? Да. Я потом уже почти. Так, ну давайте предположим, что здесь стоит протекта, и получается второй ответ. Как насчет подсказки, Жень? Нет, подожди, подожди, до подсказки, значит, ты хочешь сказать, что у них все-таки работает постконстракт их, ну как бы после нашего, хотя у нас… Да, их приоритет еще ниже, чем наш. Ну давай подсказку. Ну вот подсказка. Какое красивое, это спринг? Это спринг, это вообще красота. То есть мы берем самый низкий приоритет, еще минус три. То есть таким образом делаем его немножко не таким низким. Ребят, напоминаю, lowest priority это очень высокое число, поэтому отнимать от него три нормально, и он становится не очень низким. И, соответственно, он работает до нашего. Он работает до нашего. В этом дело, да? Да, похоже на правду? Ну вроде как бы да. А вот у спринковского аутуайра, он должен работать после спринковского инжекта. Вот сейчас вообще я ничего не понял. То есть, подожди, ты хочешь сказать, что у них минус три на постконстракт, то есть если взять, например, десять, как большое число, отнимаем три, получаем семь, отнимаем два, получаем восемь. Соответственно, у постконстракта получается семь, а у аутуайра получается восемь. То есть аутуайр должен работать после. Ну? И как? И как? Объясняй. Как это вообще происходит? На самом деле я тебе не буду объяснять. Фокус в том, что спринковские бин постпроцессоры не подчиняются вот тому ордеру, о котором мы сейчас говорим. Который они сами придумали. Они придумали его для нас. Сами они пользуются другой логикой. Совершенно. Это на самом деле все, что нам нужно об этом знать, что у нас гарантированно спринговский аутуайр будет бежать первым и гарантированно спринговский постконстракт будет бежать последним. Ну, по большому счету, да. То есть все же заработало правильно. Ну, да. Какая разница, в каком порядке эти нет методы пробежали. Главное, что они пробежали все после того, как все инжекшены закончились. Поехали дальше. Да. Значит, дальше выяснилось, что нам понравились аннотации. Метадата в аннотациях – это намного круче XML. И следующую часть нашей метадаты, которую мы хотим вынести в аннотации – это транзакции. Декларативные транзакции, демаркация методов. Мы хотим, чтобы этот метод был transactional. И сегодня это как бы common knowledge, все так делают. А SpringTix еще не вышел тогда. Когда-то в Spring это не поддерживалось, поэтому мы, как обычно, написали сами. Жень, ну расскажи. Ну, смотри, что здесь. Тут все как раз очень просто. Но тут надо показывать код. Я могу попытаться на пальцах рассказать. Ну, руками ваши. Значит, смотрите, мы написали свой бинпост процессор, который должен будет обворачивать все транзакционные методы в транзакции. Как это делается? Есть несколько вариантов. Инструментировать код мы принципиально не хотели. Тем более, что Spring потом скатался с эту идею. Мы решили проксировать классы. То есть наш бинпост процессор проходится по метадате класса. Если он видит методы аннотированной аннотации transactional, он, соответственно, заменяет объект, который он получил, на объект, который уже является прокси, в котором есть вся логика оригинального класса, плюс логика транзакций. Ну, там, опять же, инжекнется в него transaction manager, там открывается транзакция, закрывается и так далее, и так далее. Ну, вот, в принципе, как-то так. Непонятно? А с кодом было бы понятней. Не факт. Там достаточно стандартный код, все просто. Ну, да, на самом деле, да. Это стандартный метод Spring добавлять функциональность любой класс. Мы ловим этот бин, обворачиваем его в прокси и дальше запускаем. Че ты там уже, че народ хихикает, че ты ему уже показал? Я пытался объяснить, что мы делаем. Короче, смотрите, очень простая ситуация. У нас есть… Опять? Что? Еще раз объяснить? Нет, так я хочу уже показать, что этот код делает и вопрос задать. Ну, можно же? Давай, давай. Ну, давай, вопрос. Значит, есть у нас jpoint-service simple, в него инжектится какой-то стринг. Соответственно, у нас есть какой-то init метод, который мы уже знаем, что прекрасно сработает. Он печатает название конференции. А потом у нас есть транзакционный метод pay, который печатает вчера билеты были дешевле. Ну, и, соответственно, в main мы делаем примерно вот так. То есть мы вытаскиваем из контекста bin jpoint-service и запускаем метод pay. И у меня вопрос, что сейчас произойдет? Ну, давай. Первый вариант. Не сработает init-метод. Мы проверяли, работает. Второй вариант. No such bin definition exception будет. Да, с чего вдруг? Вот он есть и он service. А, ты имеешь в виду, что я по интерфейсу делаю look-up и все типа хорошо? Ну, да. Прокси, прокси. Упадет от wired из-за того, что у прокси нет нужного филда. Не знаю, сейчас будем думать. И все отлично заработает с транзакциями, все хорошо. Но это я не буду отвечать, потому что ты это хочешь. Единственный, мне кажется, интересный вариант – это C. Почему вариант C интересен? Как делается прокси в спринге? Как мы делаем прокси? С помощью dynamic proxy из JDK 1.4. Что там происходит? Я указываю интерфейс, который я хочу, чтобы на лету имплементировался, и он на лету имплементируется. Логично? Правильно. Все. Смотрим, что у нас происходит. У нас есть сервис, jpoint-сервис. Это тот интерфейс, который я хочу имплементировать. Чего в нем точно нет? В нем точно нет филда conference. Поэтому, естественно, в прокси, который создается из этого интерфейса, никакого филда conference не будет, никакого outwire на нем, естественно, не будет, и поэтому упадет outwire из-за того, что у прокси нет нужного филда. Я считаю, за это можно голосовать. Кто считает, что A, что не сработает и нет метод? Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы, смелые ребята. Кто считает, что no such bin definition exception? Что не найдется bin? Ну, тоже хорошо. Кто считает, что я все доходчиво объяснил? Я считаю, да. Почти меня даже убедил. И кто считает, что все отлично работает с транзакциями? Видишь, как мы напугались, что не может быть правильный ответ? Ну да, ты писал этот код, конечно, ты считаешь, что будет работать. Ну, показывай. Правильный ответ, не будет работать и нет метод. Кто так считал? Есть объяснение? Вот девушка там сзади. Потому что класс. Ты девушка сзади, честно. Да, да, да. Есть объяснение у вас? Кто-то хочет помочь? Где девушка сзади тут была? Вот, девушка сзади, да. Потому что? Потому что прокси. Ну и что? Ну потому что апельсин. Это ответ на все. Это что, где, когда. Потому что прокси. Все, кто не работает в спринге, всегда отвечает, потому что прокси. А подробности? Ты уже получил там чего-то там. Сиди тихо. Да, девушка сзади. Почему прокси проблема? Потому что инита там не будет. Это неплохой вариант. Как не будет вилда, так и не будет инита. Он же не часть бизнес интерфейса. Это достойный вариант. Это мог бы быть один из ответов. Но нет. Еще почему? Вот. Вот. И это тарелка. Тебе фрисби или йо-йо? Тарелку. Тарелку. Правильно. Сейчас мы посмотрим, как Женя кидает. Правой рукой, а Женя кидает тарелку-то. Я хотел в оператора попасть, не получилось. Это в камеру влетает в фрисби. И сфотографировал как раз. Да, Женя. Ход ты пишешь лучше, чем кидаешь фрисби. Давай все-таки посмотрим, почему не сработает и нет метода. Ну, значит, что здесь происходит? На самом деле Барух был практически прав. Это пара всегда где-то рядом. Фишка в том, что A2Wired работает до того, как генерится прокси. То есть мы знаем с вами, что A2Wired бинпост процессор заботится о том, чтобы проинжектировать все филды до того, как наши бинпост процессоры начинают что-то делать. И, соответственно, тот бинпост процессор наш, который начинает что-то делать, он генерирует прокси уже после того, как все проинжектнуто, но еще до того, как вызовет init метод. Теперь, как работает вызов init метода? Сканируется, ищется аннотация post construct, а ее уже нет. То есть либо действительно не будет самого метода, либо, если даже метод останется, если мы его вынесем в интерфейс, то все равно аннотации у нас не будет, поэтому init метод не сработает. Все остальное будет хорошо. Ну, тогда надо искать, сканировать аннотации. Интерфейсы не сканируются на аннотации в Spring. Хорошо, Жень, как мы вот эту байду, которую ты написал, чиним? Я вам хочу напомнить, что у бинпост процессора есть два метода. Один называется postprocess before init, который мы до сих пор пользовались все время. И есть метод postprocess after init, которым правильно воспользоваться в данном случае, потому что мне нужно делать прокси. После того, как init метод уже отработает, соответственно, просто код надо скопипейсить, то, что я сейчас вживую сделал. Да, представьте себе, IntelliJ, Женя открывает бинпост процесс before init, берет оттуда код, пикачет его в бинпост процесс after init, и все начинает работать. Так, поехали дальше. Значит, после чего? Да, мы решили, что нужно срочно прикрутить аспект, ну, потому что код был простой. Его можно было дебажить, было понятно, как он работает, но какой же это интерпрайс? Поэтому мы сверху навернем аспектика, заполируем. Все просто, Жень, смотри. У нас есть тут компонент собака, аспект собака, и у нас есть point cut, который говорит, лови все методы, которые начинаются с pay, и после того, как они отработали, посылай имейл Леше о том, что купили новый билет на джимпуле. Ну, прекрасно. Порадовать человека, да, спама у него нет, и тут бац, тысяча имейлов в течение там какого-то времени. Да, 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 да. Хорошо же. Ну, давай ответы. Ну, давай, да. Федоров получит изучение о проданном билете, но транзакции отвалятся. Транзакция будет, но Федоров не получит спама. Будет транзакция, и Федоров получит имейл, и будет эксцепшен из-за того, что мы навернули тут два уровня прокси. Не, 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 можно и 10 уровней прокси навернуть, и я на самом деле верю в то, что аспекты спринга прекрасно будут интегрироваться с нашими проксиями, поэтому по мне так сработает и то, и другое. Ну, ты же писал. То есть ответ будет, транзакция будет, нет, и транзакция Федоров получит извещение. Все, третье ответ. То есть С. Кто считает А? Получит Федоров извещение, а транзакции отвалятся. Раз, два. Ребят, ну, какие вы скучные. Кто считает Б? Транзакция будет, а вот аспект А не ж могла. Это нормальная ситуация с аспектами. Кто писал, знает. Оно не работает почти никогда. Да, хорошо. Кто считает, что все будет работать? Жениным коду можно доверять. Да елки, ну что же за наивные люди до сих пор? Мы уже почти доклад закончили. Кто считает, что это все завалится, потому что нехрен прокси на прокси делать? Тоже вот пару рук. Так. Ну, естественно, код писал, Женя, поэтому работать что-нибудь точно не будет. А отвалится, между прочим, не навороченный аспект, а транзакции. То есть получается… Получается, что Леша получил и мы, а денег в банке не зашло. Печалька. Так, ну давайте сначала разберемся, почему это так работает. Значит, дело в том, что аспекты… То есть тот бинплоспроцессор в спринге, который наворачивает прокси из-за наших аспектов, он работает до нашего прокси. О, Леша пришел, подожди, надо показать. Вот. Да. И таким образом получается, что… Опять же, если бы я показал вам код, было бы проще объяснить. Но вот представьте себе, что у меня в коде… Маши руками, маши. С чего начинается все в коде? В коде тот бинплоспроцессор, который должен решить, нужно ли делать прокси для транзакции или нет, первое, что он делает, он делает бин.getclass. Для того, чтобы пройтись по методатикласса и поискать там аннотации, связанные с транзакциями. Но поскольку тот бинплоспроцессор, который сделал прокси из-за аспектов, уже отработал и прокси уже навернулось, то когда мы сделали бин.getclass, мы получаем, соответственно, класс прокси, и, соответственно, в нем уже никаких, опять-таки, аннотаций нет, и, соответственно, наш бинплоспроцессор никаких проксей с транзакциями не добавляет, поэтому транзакции нет, поэтому Леша расстроен. Хорошо. Кто знает, как это чинить? Давайте. Там вон, 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 сзади, молодой человек. Совершенно верно. Фрисби или фрисби, или фрисби, или йо-йо? Фрисби? Фрисби. Давай, Женя, я посмеюсь. А вот это, на самом деле, уже не безопасно. Ты левый, левой рукой. Подключи пока код. Я левой рукой, мы не успеем код, у нас доклад через... То есть я на пальцах буду объяснять то, что мы делали 4 года? А мы до этого не дойдем, не волнуйся. Ну, хотя бы все живы. Не сдержался. Да, ну, вот. Значит, как мы это чиним? У пин-постпроцессора, как мы видели, есть два метода. Один пробегает до того, как наворачивается прокси, другой наворачивает прокси. Нет, ну, как сказал человек, то есть мы сначала кэшируем, а потом вытаскиваем из кэша оригинальный класс, а не делаем пин.getclass, потому что мы никогда не знаем на этапе автор, прокси там или не прокси. То есть мы все, что нужно, кэшируем сами. То есть искать бины в автор поздно, а делать прокси в before рано. Поэтому в before мы всегда будем искать бины, а в автор мы всегда будем наворачивать прокси. Окей. Через какое-то время появился, наконец, модуль замечательный SpringTX, и мы стали использовать транзакции Spring. Но поскольку мы уже имели свои аннотации, связанные с транзакциями, то мы сделали вот такую вот ерунду. Какая же это ерунда? Слушай, кстати, это мета-аннотации. Ну да. Вопрос, будет ли это работать? Конечно, будет. И как вы видите, мы переопределили пропагейшн. У нашей транзакции пропагейшн будет обязательно requires new. По дефолту? По дефолту. Хорошо. Женя? Давай. Давай. Теперь у нас вот есть такой же код, да? То есть класс аннотирован нашей аннотацией, которая будет делать requires new, потому что мы дефолт переопределили. То есть все мета-аннотации это делают? Fair money, переводится деньги со счета на счет вот это количество. Все жутко транзакционное. Это будет транзакционное по идее, потому что если я поставил аннотацию над классом, то все методы будут иметь тот же самый дефолт. Все правильно, да. Значит, соответственно, виздроу тоже транзакционное. А, но здесь дефолт переопределился на mandatory. Что делает mandatory? Он кидает exception, если его вызвали не из транзакции. Но его вызвали из транзакции, поэтому тут все с ним нормально, он отработал. Потом вызывается депозит. Здесь тоже переопределили propagation, сказали required. Но в принципе required присоединиться к той транзакции, которая есть. Прекрасно. Потом вызывается inform bank manager, который открывает новую транзакцию, потому что здесь нет никакой аннотации. То есть мы получаем то, что мы поставили здесь. И тут опять новая транзакция. Ну хорошо, давай ответы. Хорошо. Во-первых, вопрос. Случился exception в методе inform bank manager. Надо делать rollback. Значит, поскольку я сказал, что здесь в любом случае открывается новая транзакция, потому что это то же самое здесь. Ты все еще не понял, что сначала лучше посмотреть ответы. Все откатится до самого начала? Нет, нет. Откатится только inform bank manager. Потому что в нем открывается новая транзакция. Однозначно. Однозначно. Откатится до начала метода deposit. И ничего не сработает. Вот. Тут уже народ начинает понимать принцип этого доклада. Хорошо. Кто считает, что все откатится до самого начала? Раз, два. О, вот, вот. Оживились. Молодцы. Чувствуют, скоро уже конец. Почти отмучились. Кто считает, что откатится только inform bank manager? Кто до сих пор верит? Женя уже. Ну вот да. Вот да. Уже два человека. Уже два. Кто считает, что откатится до начала метода deposit, то есть до туда, где до required. И кто считает, что ничего не заработает, тут лес рук, я ожидаю. Ну да, да, типа того. Ну так вот. На самом деле, Женя, все откатится до самого начала. Без всяких твоих пропагейшенов. Почему? А вот почему. Когда метод вызывается изнутри класса, то он не проходит не через какие проксис. И поэтому никакие новые транзакшенов на него не залезают. И поэтому, соответственно, никакие новые пропагейшены у него не будут. Все будет в одном. То есть ты хочешь сказать, что когда вот этот метод вызывают снаружи, он проходит через прокси, и поэтому транзакция есть. Но когда этот метод вызывают здесь изнутри, то вызывают его из this, и, соответственно, все понятно становится. Четкий пацан. Как мы это чиним? Самовпрыскиваем. То есть ты имеешь в виду, что вместо this надо заинжектить свой собственный прокси? Совершенно верно. Но это как бы бесконечная рекурсия получается такая. Хотя, хотя… Давай посмотрим, как ты считаешь, будет ли работать out of wired, если мы инжектируем бирж самого себя. Можно катить назад на первый слайд? Я хочу еще раз объяснить. На самом деле уже сейчас подходим к выводам. Ребят, смотрите, мы хотим сюда вместо this инжекнуть его же самого, только уже когда он будет прокси, и тогда все будет хорошо. Да, теперь какие есть варианты, ты говоришь? Out of wired, inject, ресурс, не заработает. Значит, давай так. Мне кажется, что если уже что-то заработает, то это out of wired, потому что это хотя бы штука спрингана, должна быть достаточно умная, чтобы уметь инжектить самого себя. Поехали. Кто считает A? Женя, мы уже в минусе времени. Кто считает A? Не в минусе. Нормально все. Кто считает B? Что, inject заработает? Кто считает, что ресурс заработает? Вот так. Кто считает, что A? Вот, 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 вот. А хотите прикол? Заработает ресурс? Кто сказал, почему? Ну, ресурс сканирует вот. Я думаю, мы дадим ему ее и поговорим с ним потом. Договорились. Хотя бы он нам объяснит, почему. Как это работает? Потому что мы не знаем. Короче говоря, оно работает на самом деле достаточно хреново. Во-первых, не всегда. Во-вторых, мы не хотим заморачиваться на… Так, Жень, в экспертную зону. Все. Значит так. Есть открытая Jira на этот фичер, чтобы сделать аннотацию для самоинжекта. Она открыта 4 года. Если бы у нас было 4 минуты и работал Женькин код, то за 4 минуты он бы сейчас живьем написал эту аннотацию. Я могу объяснить на пальцах, что я бы сделал. Вместо этого мы идем на 74-й слайд. Нет, 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 нет. Ну, подожди. Ну, ладно, хорошо. Там есть еще одна Java конфигма. Во-первых, чтобы… Нет, мы уже не успеем. Я просто хочу показать, что вы пропускаете, да? Что? Коля сейчас пошла реклама J-конфи. Например, вы покупаете… На J-конфи мы все успеем. Например, вы пропускаете вот такой слайд. Сейчас я сделаю его покровнее. Мальчик, который не любил интерфейсы, да. Или, например, вы пропускаете вот такой слайд. Но вы этого ничего не увидите. Поэтому мы сразу пойдем и поговорим о выводах. Значит, какие мы можем вот из этого всего, что здесь происходило, делать выводы? Первое. Женя, поменяй конфигурацию компьютера на английский. Второе. Всегда делайте бэкапы. Не понял, я с бэкапом. Если вы собираетесь работать с Spring, и это вот, Коля, не даст соврать, верно для каждого фреймворка. Для Spring, для Абернейта, для Java и так далее. Всегда учите фреймворк. Потому что вы прочитали документацию, должно работать. Не понимая как, скорее всего, рано или поздно вы побегаете по граблям. Второе. Все-таки читайте документацию, Женя. Там иногда бывают полезные вещи. Читайте. Третье. Иногда это баги. И мы видели, да, пример бага. И мы видели, что его можно починить. Их можно обойти в своем коде. Или можно на самом деле сделать Spring pull request и починить их в Spring. Вот как Женя сделает с Outward, как только он соберется написать тест. У нас еще 7 минут. Для всего этого самого. 7 минут для следующего. Так. IntelliJ IDEA, прекрасный спонсор наших YOYO, умеют делать не только YOYO, но и делают совершенно прекрасные IDE с замечательной поддержкой Spring во всем, кроме груви конфигурации, за что им большой ну-ну-ну. Но кроме этого, все работает очень хорошо и подскажет вам массу совершенно граблей до того, как вы на них наступите. Ну и, в общем-то, надо знать фреймворк. Все, Женя в печали, потому что мы показали примерно пол доклада. Хорошие новости. У нас совершенно точно есть материал на второй сезон. Спасибо вам большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok